Международный день эскимо ежегодно празднует 24 января миллионы поклонников холодного лакомства. О любви к сладкому десерту и некоторых секретах производства расскажет Юлия Важенина. Кто и когда изобрел эскимо, для чего в него вставили палочку и откуда пошло его название? Вокруг создания этого кулинарного шедевра существует довольно много легенд. По самой популярной версии автора эскимо кулинар-кондитер Христиан Нельсон. Именно он придумал покрывать шоколадной глазурью брикет сливочного мороженого и назвал его пирожок эскимоса. Это произошло в далеком 1919 году. За прошедшие 100 лет популярность эскимо только выросла. Его едят как летом, так и зимой. Поскольку эта позиция очень любима, у нас объемы практически не падают. То есть мы круглый год выпускаем загадку и не только. То любимое мороженое, которое ели давным-давно, можно попробовать и сейчас. О вкусах не спорят, особенно с детьми. Огромное количество детей в мире предпочитает эскимо другим видом мороженого. Его популярность в сочетании мягкого сливочного мороженого и ломкой оболочки из шоколадной глазури. Большие любители эскимо не могут не отметить и особое удовольствие в виде послевкусия от деревянной палочки. Мы, конечно, шутим, но именно за счет удобной ручки это мороженое стало таким популярным уличным десертом. Побывать на производке мороженого – мечта каждого ребенка. И здесь есть на что посмотреть. Например, еще мягкое мороженое по этой ленте едет в морозильную камеру. Там минус 40 градусов. Уже охлажденное мороженое движется дальше по ленте и окунается в горящую шоколадную глазурь. Вы даже не представляете, как вкусно здесь пахнет. Очень жаль, что камера не может этого передать. Шесть тысяч порций в час. Именно столько производится на фабрике мороженого в столице Чувашии. Галина Творогова работает на этом производстве уже более 20 лет. Шутит, что пошла работать в цех только благодаря молочной фамилии. В детстве я мечтала, моя мечта, я люблю мороженое. Моя мечта связана с моей профессией. Я закончила сельскохозяйственный институт. И хотела я всю жизнь. Это связано с молочным производством. Сложно то, что у нас холодно и постоянно надо в чистоте, в порядке все это держать. Все надо контролировать. Мороженое, пожалуй, самый популярный десерт во всем мире. Кстати, вовсе не обязательно покупать его в магазине. Можно сделать эскимо дома. Рецепты совсем не сложные, а главное, доступные даже для неопытных кулинаров. Юлия Важенина, Валерий Резюков, Андрей Спиридонов. Республика.